Вот мы тут работаем на дороге перед въездом в Потеряевку. Это вот сейчас видно, вон там столбы стоят. Это вдоль Потеряевки идет. Здесь засыпаем ямы с Игнатьевичем. Берем вот здесь у нас есть в виде накида на земля. Мы тут когда копали такую канавку до стока воды. Я пока там братьев снимал, как они столб устанавливали. Вон они даже едут. Иначе на что-то один уже столько ям завалил этими кресками земли. С травой. Они там хотят у вас где устанавливать на Сеймаковском. Узнать где столб устанавливать. Вон Алексей идет. Устинов. Добрый день. Добрый. Это я хотел спросить. Сейчас на Сеймаковском где лучше установить. На Сеймаковском он так расположен, что они с двух сторон заходят. Там видно где ставили. Недалеко от столба. Столб этот бетонный стоит. Вот костер где. И они мимо как правило проходят здесь. И сразу надпись. А другая может быть надпись. С этой стороны оттуда заходят они. С того пруда. С лагерного. Камагури. Ага. Вот с этой стороны? Да, да. Они проходят мимо и сразу на этот пруд. Вертам пруд есть. Вот с этой стороны тоже надо. Там где мы молимся. Вплотную почти. Где-то вот здесь. Да. На высоте, чтобы было видно. Не внизу. Ну, понятное дело. Ага. Потому что видишь, там ниоткуда больше не зайдешь. Один путь. С той стороны не заезжает отсюда. Ладно. У нас в этом году, как говорится, лимит в это. Вот эту табличку сейчас в первую очередь установим. Как бы мы деревню это все уже строили, мы бы обиходили его. Мы же сегодня там перенесли все сюда и съесть и все. Ага. Ну, 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 ну. Все. С этим, с вторым мостиком закончили. Видишь? Вот едешь и вот так вот бьется. Ну, есть такое. И теперь вот сейчас только растоптать и будет ровная дорога. Ну, один раз трактор проедет какой-нибудь, растопчит. Да он поехал. Там комбайн идет еще. Ну, ладно. Ну, все. Мы взяли колотушку долгим. Понял. Видишь, вот какая она. Ну, вот она едет. Бац. И она на этой стороне. А там еще внизу. И вот эти три места. Поехали дальше. Ой-ой-ой, как бьет. Я говорю, давайте что-то делать. Вот отсюда выезжаешь. Вот. Не видать там кто едет. Мы решили вот этот край, который наклоненный, все убрать. Ага. Ну, да. Там Андрей убирал, но этого мало еще можно. Какой Андрей убирал? А то мы убирали. А Андрей брали только эти, которые свалены. А то мы убирали. Ага. Там никто не убирал. Тут такое. Вчера звонит мама Валя. Ага. И говорит, вы чего ж это такие, а? Ага. Я говорю, что. У коров ограда упало. И вы куда смотрите? И говорят, почему Игнатий не... Я говорю, так мы там не ходим. Я не знал, простите. А моя корова там пасется. А, ну-ну. Вот мы теперь столбы сейчас заготовили. Столбов-то нету. Ага. Ну и жерди может найдутся. И надо делать. Звонят. Они знают, что пруды, дороги, скотные дворы всегда были наши. Там еще жерди нету. У ни одного столба ничего нету. Оторвется. Скотина вышла. Пошла на Игоря в поле. Никого нету. Мы, оврал, скорее на тележке везем жерди. Зашнуровали. Я говорю, вот я сейчас сделаю с Володей там. Ну, помогают Сереже где-то. Вы хотя бы один раз посмотрите. У нас ничего нету. У нас ничего нету. Ни теленка, ничего нету. Сливки. Сейчас будет розгование. Мы вас от работы освобождаем. Так ты заряди сначала сюда человека. Да ни одного. Да вывези. Да приготовь его. Да шкури. Да смоли его. Да поставь. А теперь начинай дальше. Готовь гвозди. Готовь жерди. Точно тот же порядок и сделай. Ну, ясное дело, что само ничего не делается. Мы о дороге не говорим. О прудах не говорим. Но о скотине, которые загораживают. Так это надо просто, не знаю когда-то, просто поговорить. Да все надо было совесть просто. Ну, совесть. Принесли пирожки один раз, а я на интернете сказал. Вот только жрете, сидите, дармовщину вам везут. А никто не видит. Ты у меня возьми спина, ты у меня в сапогах пот. С утра до вечера. Ну, посчитай, сколько здесь. Да понятно. Ты посмотри, сколько вычистили. От этого вот, дальше идет эта канава. Мы сделали, чтобы весной не размывало. И туда шло. Всю канаву прокопали. Вот трава высоко. Как раз около канавы. Это все бесплатно. Потому что мы делаем для Бога. Это во Христе. И ни разу не размыло. Нигде нет. Она уходит туда. А там отвод сделали. И она по трубе и дальше уходит. Вот. Я за то, чтобы я за общение, за диалог конструктивный. Не просто так где-то за глаза, что-то там кого-то. А вот собрались, поговорили. То есть, как так? Ну, почему? Ну, что-то непонятно. Не знаю, не знаю. Мы работаем. Молодцы, что работаете. Никто не заставляет. Почему вы работаете, лично мне непонятно. Зачем мы это делаем? Вам что-то надо? У вас что-то там есть? Ничего там нашего нету, кроме того, что надо. Вот это не делали, ничего никогда не будет. Вот она... Сколько? Вот как поворачиваешь, там мы тоже заляпали это дело. Пришли, ведрами землю таскали. А там была ямина вот такая. Игорь услышал, да приехал, да давай куном землю эту поднимать нам. Помог. А нынче опять там продавило, мы опять ее заделали. Это дорога. Вот немцы делали, а почему? Железобетон. Железобетон не требует ремонта до 100 лет. Самая отличная дорога асфальта требует ремонт каждые 4 года. Что тут непонятно? Мы деньги-то куда гробим? А почему? И дальше говорят. В первую очередь, тепло больше отсвечивает. Бетон. Да бетон, конечно. А асфальт черным все собирает, растопляет. Один раз иду, женский каблук торчит этот. Она поэтому и эти продавливают дороги. А это нет ничего. Рвет его, когда снаряды падали в войну. Тут же сразу на это место арматурину сделали, готово дело. Все что строили, когда еще Гитлер не нападал, а дороги готовил к наступлению. Их не сравнить с нашими дорогами. Это все понимают и пишут об этом. Понятное дело. А почему? Потому что опыт. И опыт этот мы должны перенимать. Не просто так. Я бы сегодня рассказал такое. Звонит один священник. Не называя его какой области, из какого государства. Сдумал он какие-то маленькие рассказики. Писать. Ему интересно, как мы ездили в Благовестие. Он звонит батюшке. Мы на Рыжковском, батюшка, заехайте. Обязательно важное дело. Мы поехали. В чем дело? Такой-то священник. И он там пишет и хочет о вашем миссионерском путешествии. Я говорю, я могу самое интересное сказать в Риме, как было. Нашли мы православную церковь Екатерины Святой. Она там в закоулке, там никто ее не знает. Но все-таки внутрь нас не пустили. Мы показываем документы, с какой целью едем. Никаких. И кое-как нашел Николай Кручина между забором там и деревом. Ну, вот по столько есть. Он тиснул нашу машину, чтобы не на дороге быть-то. Теперь туалета нигде нету. Сходить нет. Воды мы нашли. Настоятелю позвонили. Настоятель прилетел ночью. Уходите отсюда. Уходите. Легионеры придут. Нам тут что будет? Да никого нету здесь. Какие легионеры? Там ни света, ничего нету. Нет. Он нас сорвал ночью. И мы нигде не можем остановиться. Да ладно, какой-то негр показал. Вот здесь вот. Там где-то. Это православные. Православные. Единственное место в Риме. А католики здесь. Новые партии открывают. Им все открыто здесь. То есть, так относиться к вере, как у русских, это нигде нет. Ну, однём мы в Риме. В центральную библиотеку. Да к нам итальянки такое устроили там. Они обнимают. Они фотографируются. Они берут книги. Они целуют нас. И сравни. Люди, которых мы не знали, это католички какие-то. И узнали, что мы верующие православные. Она прям врет, стоит рядом. И всё заснято. Нам есть что рассказать. Священнику это батюшке сказал. Батюшка, вот это ему как раз надо. Я говорю, это не это только. А смотри, вот мы едем в Лиссабон. Столица Португалии. Дальше это Атлантический океан. Дальше некуда уже. Граница. Не остановиться ничего. Николай за рулём. И вдруг вот так вот едет в эту сторону и вправо поворачивает. Я говорю, зачем? А там какой-то как переулок. Не знаю. Да куда ты с центральной дороги-то? Это же нам где-то надо справки наводить. Где православные-то идёт. Тридцать сидят там старичка. Остановились. Один хорошо говорит по-английски. Мы по-английски сразу с ним договорились. Он говорит, а я знаю где. Только туда ехать далековато. Мне двадцать евро надо. А двадцать у нас нету. А у нас есть пятьсот. А они нигде не берут. Я им сказал, он говорит, а вот трейсионер. Он богатенький такой. Он ему пришёл, разменял. И вот туда довёз нас. А у них как раз престольный праздник. Вышел здоровый такой, кто-то не знает там, прислужник. Одетый. И говорит, а вы откуда будете? Я говорю, из России. А кто вы будете? Я говорю, Игнатий. Игнатий. Он сразу в алтарь. Игнатий Лак. А бог как взял? Год назад приезжал отец Геннадий и рассказывал, как он в моём доме обратился к богу. Фас. Фас. В это время мы приезжаем. И я про Геннадия там не знал. И они там меня сразу туда приносят запивку, там просворы. И он вышел перед народом и говорит. А другого поставил рядом с тарелкой. Люди едут. Кладите сюда. Они под благословение кладут деньги. А этот священник, который сегодня звонит, мне это ничего не надо. Я говорю, как это не надо? Ты зайди по скайпу на наши ролики, как мы в Риме были, в Лиссабоне, в Париже, в Берлине. Ну, то есть я называю места Европу. Мне нужна только схема. Да кто ж тебя будет слушать? А ты сам как бы был. Ты сам посмотришь, и тебе мысли будут такие. И ты тогда скажешь, так благовестию Бог призывает. Да я иду прищищать. Да не прищищать надо. А от причастия отлучать. Хвалитесь причастием-то. 25 лет рукоположенные. Неоднажды женатые. По всем законам должны быть извергнутые. Может, никакой литургии там у вас не совершается. Пусть посмотрят ролики. Да. Мне это не надо. Я вам про Фому, вы про Ерему. Я говорю, ты посмотри. Выйди по скайпу. Я тебе дам, где мы находимся в Риме. И ты сам посмотришь. А города перечислены. И он сразу закрыл, и все. Они духовно не растут. Цель-то какая его? Писать-то цель какая? Не знаю, что вроде писать или полез. Цель бывает юмористически рассказано писать. Очернить. Либо наоборот как-то возвестить. Либо показать. Не знаю даже еще. Но хотел еще там посетить и туда. Да вы хотите, что там это? Я к вашей славе... Послушаю, отец. Какой славе? Вы спрашиваете. Я говорю, по скайпу на меня зайди. Я тебе укажу, какие ролики. И ты посмотришь, как есть. Ты как бы с нами. Вам и так славы хватает. Что попало я? Это ужас какой-то. Они не только духовно не растут. Они не слышат. Пусть напишет, значит, если так не хочет. Отец Кирилл Сахаров был здесь. С группой. Со своей. Когда бы не приехал я, он сразу переодевает меня там. Да, да, да. Какая-то форма. И перед народом говорит Слово Божие. А где? Храм 200 метров от Храма Христа Спасителя. Да. Понятно. А это нет. Они разные-разные. Я говорю, а он член Союза писателей Российской Федерации. И он не просто так говорит. Я сделал замещание. Говорю, вот у вас смотрите, на стенах написано. Кто писал? Такое. Три ошибки в одном предложении. Это выходит, вы не считаете и никто не сказал. Он сразу это себе поместил. В другом месте я сказал, я говорю, мне кажется, ты их закрутил на крыжовником сухом поле. Или тебя масоны избрали на это. Ты еще не видишь. И он это все напечатал. У него выходит воспринание или что. И он каждый год издает книгу и все это напечатал. Что я говорил ему? Обидно. Я говорю, что ты мамону-то отросил? Ну это она лойщик для креста. Понятно? Вот какие вы разные-то разные. И священники добывают. Он с народом. И вы ему завидуете. А вон крестик, который мощеный. Молодец. Сейчас только его видно зажали. Про меня не поминайте нигде. А он игумен. У него там патриархию все служат. Он везде, где по стране едет. И везде служит по-старообрядчески. У него и форма, и одеяние. Все старообрядческое. Мало того, митрополит Алперов этот Иларион. Тоже с ним. И тоже форма какая. Клобух там у него старообрядческий. И Лестовка. У него в храме все с Лестовками. Это первый человек из новообрядцев, который от Корнилия получил благодарность. Ну это интересные люди. Ты ко мне обратился и меня же обозвал. Что ж такое? Надо понять, какую цель преследовал. Ну понятно где, да? Там одну ставить будете? Все, одну пока одну. Ну да, там желательно с двух сторон. Понял. Ладно, все, давай. Ну все. Ну вот продолжаем работать. Это выезд у нас с Потеряевки. И там поворот. Там поворот. За машины. Вот иначе начинает натаскивать. Сергей продалбливает. Тоже таскал. Здесь вот уже затрамбовали. Ну и что еще где-то подсыпать надо будет. Там выезд из этой, с Потеряевки. Где он стал бы. А я сейчас посмотрю, что искал. Тут добавлять не надо? Надо. Надо? А куда? Ну там вот. Там он, да. Угу. Там он. Там он. Там он. Там он. feminine. Он займ Salesforce. Там он offs 만들лось Count. Там онkes. Там она у ch Kurz. Там он хочет вз 정부. Вот эту канаву мы копали. Вот она какая, глубокая. Для нас она глубокая. Её надо прочистить, пойти лопатой и вот так вот подрубить траву и выкинуть, чтобы здесь вода прошла. Смотри, легко она рубится. Это мы года два назад, три назад, когда трассу делали. Крову надо убрать, потому что вода задерживается травой. Такого роста и скорости. Я говорю, зачем ты выпиваешь-то? Для аппетита. Нам никогда для аппетита не надо. Не дождёшься, когда обед придёт. Смотри, куда прошло. Смотри, как хорошо получилось. Это мы здесь выбрали. У меня мама до самой смерти не знала, в какой стороне груди и сердце находится. А я болею. Спросили одну полячку. У меня такой 35 лет, что ли. Семеро или восемь детей. Она говорит, чтобы сохранить себя, надо чаще рожать. Да как это так может быть? Да так организм ощущается. Расширение сосудов. Она всё назвала. Медицинская сестра. Вот откуда начинается всё. А дальше там на той стороне уходят вот оттуда. Пожалуйста. Пройти ничего не стоит сегодня. Но я думаю, сейчас после обеда сразу начнём пилить вот этот край, деревья вырубать. Потому что за поворотом не видно, где машина идёт. Это любой гаишник скажет. И теперь не знаю, как назвать-то. Гаишник или кто это? Подороже сидит, помню, Путин. А ему кто-то вопрос задаёт. Как это? Ну там что-то как. Название сокращённо пидор. Да вы что? Ну какое-то правило. Что-то дороже, дороже. Сидит и заусмирялся. Ну маленько-то надо думать. У русских это значение нехорошее. А у них на спине написано пидор. Хе-хе-хе. Ну что, Сергей Павлович? Поскорее додолби и садимся. Мы сделали очень много сегодня. Даже клен посадили. Вот пускай растёт. Вот здесь такие ямы, рыцарины были. А мы едем. А почему раньше не делал? А я тут не ездил никогда. Там вон другая дорога в объезд. А это прямая. А вон дальше объезд. Ну и... Тут у меня там корни на дороге. Велосипед когда ешь подбрасывает. Я пойду вырублю их. Пока Серёжа тут управляет. А я пойду вырублю. Ты можешь пойти с нами посмотреть. Под этими деревьями. Тут... Чёрт. Я додолблю его пока. я додолблю его пока. Не знаю... А пока... Ай-ай-ай Белые моё приводи. Тор. Да, я додолблю. в тополе стоят соки я на велосипеде еду мне это все мешает я на велосипеде еду подбрасывает там где мы прошли мы всегда оставляем след иные люди любят наследить лишь бы а мы конкретно занимаемся дороги бесплатно это государство должно делать дороги, пруды и это вот он еще ай-ай-ай-ай рубля тут камень вот это вообще плохо откуда ему камень-то здесь вообще не нет камней ну да застрил, только натащил вот это так еще себе натауку вот это вот-всед вот-всед открывай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-айлок Городской жительничка Никогда такую работу не найдет себе А здесь 10 работ в очередь стоят И сидят, судят, судят Ругаются, материя То есть он ничего не знает И ему не надо знать У него участь такая Такая планета, говорит его Вот оно еще что-то такое Такая планета Тут вообще чудо какое Топором бы я рубанул Это Игорю шплинт Вставлять Ничего себе Я давно это хотел вырубить Но руки не доходили Топором бы я он углубь пошел а топор уже не берет так что-то у меня не идет он где-то в середине держит победой вот я езжу по этой дорожке она хорошая тут травяная даже во время дождя вот еще две хочет порубить да на той стороне ну-ка попробуй потом шпринт возьмем этот помоги пожалуйста молодой человек у тебя-то вообще идет чтобы она в землю ушла не торчала здесь улетят какие ну владимир александрович это ас но я-то так против него пигалка это тополя идут но он уже засыхает все отпадает на дороге это нельзя она торчат потому что земля то смывается а вон один торчит у корня там бывает вниз отроски идут еще вот так но там что-то держит нет нет что-то держит здесь вот так и с той стороны тоже попробуй по ней под низ и с той стороны сейчас можно поднять его на дыбы нет нет этот конец еще нельзя под этим концом и рога рога там ну ка под самые вот так вот так ну ка мы больше нету нигде все вот в этом месте меня не смущали это сегодня попутно забросил в кусты но это выруби которая осталась или закрой так рядом еще один вот этот топорище хорошая длинные два топорах кто подруг подруга подарил не знаю я не покупал такие ну-ка помощь идет нам мы сзади так вот этот теперь попробуй рубить корни чтобы в землю ушло чтобы не спотыкался велосипед ну-ка бери вырубить надо ты сразу тот конец находи где убрать его корень надо не спрашивай меня начинай а то я тебе дам прибор что ты делаешь сейчас зачем зачем ты рубишь его надо подрубить и вытащить целиком а кого ты доробишь его никогда не вырубал на подержи евро тут и пойдет тут надо нащупать где он уходит в землю вот здесь вот я чтобы если я отрублю он даже не торчал все понял да а сейчас как раз ты нас увидишь вот где надо рубить а мы сейчас как раз у нас лопата белая есть один раз срочно этот узелок перевернулся на рыжиковском на зерно собрать помочь шофер не пострадал игорь сейчас едет какой кто какой узелок ну игорев перевернулся как так зерно рассыпал так подожди давай вытаскивать здесь были оттуда еще здесь перерубить и вот здесь вытащить а чё с тобой брать чё ведра или ничего не сказал надо зерно помочь где-то собрать ему еще делать ехать ехать на рыжиковском сказал как он где мог там-то в таком месте вообще непонятно на рыжиков чем по чем грузить то зерно это надо игорю сказать чтобы он кун припнал вот он сейчас где-то я еду на тракторе заканчивай заканчивай